друзья посмотрите какие шикарные блинчики можно сделать из закваски если у вас осталось немного и вы не знаете что из нее приготовить сделайте блинчики и сейчас я буду подкармливать свою закваску и делать из нее блинчики вот смотрите это пшеничная закваска я ее вчера вынула из холодильника потому что она мне хранится в холодильнике и смотрите как она ожила пузырится и сейчас я отложу 100 грамм девочки просто потому что мне нужно ее уже подкормить обнуляю весы доливаю 50 миллилитров воды всегда вот так подкармливаю чуть больше если получается ничего страшного никто никто мне за это ничего не сделает 57 грамм получилось значит добавляю еще сюда 57 грамм муки то есть одинаковое количество воды и муки вот и все теперь закваску хорошенечко перемешаю вот прям хорошенько взболтаю чтобы все пузырьки вышли со стеночек аккуратненько снимайте чтобы закваска не засыхала на стенках периодически девочки я перекладываю закваску в другую банку в чистую банку ошпаренную кипятком прям чистенькую чистенькую можете содой помыть ее ну в общем чистую банку чтобы не попала никакая инфекция вот перекладываю туда закваску и баночку мою его так как периодически меняю банку или просто в миску перекладываю банку помою и обратно перекладываю в эту же баночку теперь это закваска идет сразу в холодильник не жду ни одной минуты ни одного часа чтобы она там поднялась или еще что-то сразу ставлю в холодильник а вот на этой закваске я буду делать блинчики я ее сначала подкормлю добавляю 100 миллилитров воды и 100 грамм муки теперь хорошенечко размешаю чтобы не было никаких комочков смотрите она прям живая она уже пузырится у меня вот посмотрите прям пузырьки эти пузырьки воздуха прям выходят и лопаются закваски я дам постоять 1 час примерно в теплом месте и потом уже буду замешивать на этой активной закваски буду замешивать тесто ну вот друзья смотрите активированная закваска добавляю сюда сироп от варенья можете добавить молоко я добавлю где-то примерно 100 миллилитров хорошо размешивая добавляю стакан теплого молока ну и дальше уже делаете все как обычно ложечку соли 2 яйца еще раз повторюсь сироп можете не добавлять или заменить его молоком и ложечкой сахара если хотите и теперь просеиваю муку как обычно замешиваете такой знаете не густое тесто для блинчиков это тесто хорошо тем что его можно приготовить заранее и дать ему хорошо подойти все теперь я еще раз дам тесто подойти вот буду заниматься своими делами как только тесто будет готово оно может подходить час два часа ничего страшного с ним не случится я его оставлю прямо на столе на кухне и примерно через часок начну жарить блины вот и все друзья добавляю пару столовых ложек растительного масла аккуратненько перемешиваю и можно выпекать блинчики как обычно сковороду хорошенько разогрела чуть-чуть убавлю огонь и слегка смазала маслом первый раз вот так и продолжаю вот так и продолжаем друзья обратите внимание сколько пузырьков видите очень нежный получился блинчики чуть потоньше сделаю толстые получились все посмотрим сколько получится у меня из этого количества продуктов получится много смотрите вот так и вот так и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...